Нарядная ёлка, весёлое представление со сказочными героями, музыка и смех. Все новогодние утренники похожи. Но этот детский праздник ДК Металлургов не совсем обычный. Здесь не все гости могут танцевать, кому-то трудно оторваться от мамы, а кто-то вообще первый раз за много дней вышел из дома. На ёлку желаний компания Касхром пригласила 50 детей. Из тех семей, которые оказались в трудной ситуации по болезни, инвалидности, а также многодетных, причём это не только свои сотрудники, но и городские семьи. Все дети писали письма Деду Морозу и пришли на эту ёлку в ожидании чудесного исполнения желаний. Мы заказали планшет, да, мы письмо написали Дедушке Морозу, и сегодня пришли за нашим подарком, надеюсь, наше желание исполнится, и Дедушка Мороз нас услышал. Четырёхлетняя Саулемай почти не видит, но у неё очень хороший слух. Девочка танцует и поёт, и очень мечтала поиграть на настоящем инструменте. Его и попросила. Пианино. Пианино. А почему? Потому что. Я люблю музыку, скажи. Я люблю музыку. Поручения Деду Морозу выполняли руководители компании Касхром и Октябрьского завода феросплавов. Каждый из них выбрал по одному письму и на свои средства приобрёл подарок для маленького гостя ёлки желаний. Детки просили различные подарки. Кто-то просил себе плюшевую игрушку, кто-то просил мольберты краски, кто-то просил оргтехнику, ноутбуки. Кому-то хотелось иметь смартфон на Новый год. Ну, то есть подарки были различные. Но вне зависимости от того, какой подарок ребёнок попросил, мы постараемся каждого не обидеть, и чтобы он получил соответствующий подарок и удовольствие. Подобная акция проходит в нескольких городах, где работают предприятия компании Касхром. В этом году подарки получили в общем 110 детей. Конечно, это мероприятие имеет огромное своё значение для наших гостей, в принципе, для нас самих тоже, потому что мы чувствуем, что являемся тоже своего рода Дедами Морозами, которые исполняют желания наших детей. И когда мы неделю назад вскрывали конверты с письмами в адрес Деда Морозов, а мы все выступили в роли Деда Морозов, там, конечно, очень много таких желаний, от которых, скажем так, иногда даже душа разрывается. Естественно, мы все попытались реализовать мечты наших гостей, наших детей. И я думаю, мы сегодня это увидим, и я думаю, дети будут довольны. Один за другим поднимались на сцену дети, восхищенно получая свой заказ от посланников Деда Мороза. Чудес хватило и на малышей, и на тех, кто взрослее. 14-летний Сактаган благодаря своему мужеству и терпению мамы с бабушкой победил страшную болезнь, с которой боролся 9 лет. Разве это не чудо? Меня зовут Сактаган Султангалиев. Я ученик 49-й школы, учусь в 9-м классе, и мне 14 лет. Пускай я такой вот взрослый, но я верю в чудеса. Я верю в Деда Мороза, и даже попросил у него подарок. Насыпающим Новым Годом, весь наш город, хочу поблагодарить нашего Акима. Пусть наша область просветает. Хочу поблагодарить весь Казхром, потому что эта организация сделала нам такой вот праздник. Всем детям с ограниченным здоровьем. У Сактагана теперь есть свой ноутбук, у Саулема пианино. Каждый гость унес с этого праздника чуточку счастья и ощущение настоящего новогоднего чуда. Марина Васильева, Сергей Калашников, специально для программы «Факт».